Мусорные горы, полчища крыс и вечная зловония. Именно так сейчас выглядит вход на красивый берег. Теперь, чтобы полюбоваться природой, люди вынуждены обходить огромную свалку, которая с каждым днем становится все больше. Мусор здесь копился годами, а вот убирать его никто не собирается. Чья же это все-таки ответственность, разбиралась Дарья Морева. Мусор, мусор везде. Ну и вечером, ну правда, и запах такой ужасный просто стоит. А еще здесь бегают крысы и полчища тараканов, а отходы растаскивают бродячие собаки. Такую картину Елена видит в Академгородке постоянно. И каждый раз, гуляя по окрестностям, женщина замечает, как эта свалка разрастается. Но видит это не только местные, а даже жители и гости Красноярска. Ведь совсем рядом находится одно из самых живописных мест – красивый берег. Правда, дорога до него отпугнет кого угодно. Чтобы попасть на красивый берег и полюбоваться природой, сначала нужно пройти мимо такой огромной свалки. Чего здесь только нет. Это сухие ветки, старые ковры, детское автокресло и автомобильные покрышки. Хотя выбрасывать их вот так очень опасно. Со временем они начнут выделять вредные вещества. Но никого это, похоже, не смущает. Мусор продолжает накапливаться день ото дня. Причем пополняют эту коллекцию не только местные, но и люди из других районов. Говорят, это единственная ближайшая свалка. Других мест для вывоза крупного мусора в округе просто нет. Да и пользоваться ей за все это время никто не запрещал. Так свалка и продолжает пополняться, несмотря на то, что совсем рядом находятся мусорные баки. Во-первых, это люди виноваты. Во-вторых, то, что там у нас нет свалки, куда можно вынести, выбросить этот мусор, который имеется. Это тоже минус, понимаете. А люди вынуждены, они вот куда возможно съесть, туда и скидывают. Один вот тут окинул, вот принес там то, что вот сейчас валяется. И все остальные тоже выделили, что там свалка. И кидает все остальные. Когда именно образовалась свалка, местные и сами не припомнят. Одни говорят, что мусор лежит около двух лет. Другие утверждают, не меньше пяти. И хотя рядом находится смотровая площадка, красноярцы стараются без нужды сюда не соваться. А вот кому точно полюбилось это место – крысам. Они поселились прямо в мусоре. Здесь им и укрытие, и сытный обед. Бедствие на самом деле. Потому что крысы – это прямо нашествие. И голуби тут кормятся, и, в общем-то, очень вероятность высокая. И заболевания какие-то, что могут тут очень быстро распространяться. Вспышка заболеваний – это вот первостепенная, которая может быть, потому что популяция крыс очень сильно возросла численно. Они размножаются, размножаются даже в холодное время года. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, местные жаловались в свою управляющую компанию, ЖСК и даже районную администрацию. Однако решить проблему так и не смогли. Мы тоже связались с этими организациями для выяснения ситуации. Данный земельный участок не является муниципальным. И, кроме того, находится возле контейнерной площадки. Значит, управляющая компания должна убирать. Жителям необходимо обращаться именно в управляющую компанию и выяснять, почему они бездействуют. Но в управляющей компании уверяют, они ответственны только за контейнерную площадку и баки, которые там расположены. А вот территория свалки уже не их зона. А значит, выполнять работы по уборке они не обязаны. Эта информация подтверждается и кадастровой картой. Кто же все-таки должен разобраться с этой проблемой, ответа нет. И вход на красивый берег выглядит, мягко скажем, очень неприятно. Дарья Морева, Данил Дубенко, 7 канал.